Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Перестрелка на Троещине. Кто открыл огонь и что нардеп Мельничук не поделил с жителями микрорайона? Когда новая только форма. В Кропивницком очередной инцидент с патрульными. Почему копы все чаще распускают руки? Не Корея единая. США грозят применить силу в Венесуэле. Ждать ли войны на два фронта? Не угодило. И противники, и сторонники Брекзита хотят отставки британского премьера. За что? Стрельба на Троещине. В инциденте замешан народный депутат. Известно, что выстрелы прозвучали в спальном районе Киева возле детского сада. И якобы к ним причастен бывший комбат батальона Айдар, а сейчас нардеп Сергей Мельничук. Все подробности этого происшествия узнаем у Любы Куклы. Она сейчас с нами на прямой связи. Она находится там, на месте этого события. Люба, добрый вечер. Расскажи, что произошло и что сейчас на месте этого происшествия. Добрый вечер, Наталья. Предметом конфликта якобы касалось помещение детского сада. Здание изъяли из коммунальной собственности, а два года продолжали ссуды и недавно его вернули городу. Напомню, два года назад помещение захватили райдеры, защищать которых, по словам местных жителей, и приехал нардеп. Как утверждают активисты, Мельничук приехал сегодня на место и заявил, что не признает решение суда. И в этом здании якобы будет его приемная. После чего, по сообщениям СМИ, местные жители якобы напали на Мельничука. Он получил удар в лицо. А затем нардеп со своим водителем закрылся в авто. Люди заблокировали машину и прокололи колеса. Поймали негодяя Мельничука, громада Деснянского района. Опять был замечен в рейдерских захватах. Захватишь детского садика, помогал рейдерам. Был сегодня задержан хлопцами, атошниками Деснянского района. Вот сидит в машине, боится выйти, хотя кричал, что я боевой офицер. Кто стрелял, это главный вопрос, на который конкретных ответов нет. По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блыщик, из-за блокированного авто стреляли в воздух. И это не народный депутат. По данным издания «Украинская правда», стрелял помощник нардепа. Сам же Мельничук ситуацию на камеру пока не комментирует. Но той же «Украинской правде» он якобы заявил, что оружие, найденное на место происшествия, не его. А на все остальные вопросы должно ответить следствие. Студия. Спасибо, Люба. Это была Любовь Кукла с подробностями о перестрелке, которая произошла в Киеве на Троещине. Суд по делу о госизмене Януковича продолжится. 17 августа сегодня на заседании допросили бывшего постпреда Украины в ООН Юрия Сергеева. Он подтвердил, что Янукович обращался в Российскую Федерацию с просьбой ввести российские войска в Украину. По словам Сергеева, это заявление получило статус официального документа Совбеза ООН. Эта заявка подтвердила в нашей позиции, что есть оккупация нашей территории. Данами свидетельствия, сторона виновата задовольна. Задовольна. Но комментировать показы данного свидетельства сторона виновата не имеет права. Поэтому всю оценку данных показов свидетельства будет надана судом. В Приватбанке подтвердили свое намерение взыскать с нардепа-радикала Игоря Масичука 53 тысячи долларов. Напомню, в СМИ появилась информация о том, что парламентарий не погасил кредит. Подробнее об истории с депутатскими долгами в материале. История взаимоотношений Игоря Масичука и Приватбанка началась еще в прошлом десятилетии. Еще до того, как радикал стал нардепом. В 2008-м Масичук взял 20 тысяч долларов якобы на ремонт квартиры. Фин-учреждения не захотели публиковать всю кредитную историю народного избранника. Ограничились лишь сухими фактами. По данным банка, нардеп уже задолжал почти 7 тысяч долларов непосредственно тело кредита. 38 тысяч долларов банковской комиссии. Плюс с 2009-го, то есть с того времени, как Масичук перестал погашать займ, набежала пеня в размере 2 тысяч в американской валюте. Сам же Масичук на своей странице в соцсети уверяет, что задолженность Привату он погасил еще 6 лет назад. Тогда депутату якобы пришлось даже продать свою машину. Он уверяет, что ни о каких процентах не знал. Если посмотреть на две последние декларации радикала, то финансовых проблем в его жизни вроде бы не должно быть. Согласно отчету Масичука за 2015-й, он задекларировал 183 тысячи долларов и 145 тысяч евро налички. Не забыл и о коллекции холодного оружия, швейцарских наручных часах, дорогих картинах и иконах 17-го столетия. Ездит он далеко не на дешевых авто – Мерседес и Лексус. Не ухудшилось материальное положение Масичука и в прошлом году. При зарплате нардепа в 145 тысяч гривен за год он указал в декларации, что хранит под подушкой 140 тысяч евро, 177 тысяч долларов и 628 тысяч гривен. При этом лишних денег на погашение кредита у него не нашлось. За последние три года Игорь Масичук часто фигурировал в различных скандалах. Один из самых ярких произошел в сентябре 2015-го. Тогда парламентариям прямо в парламенте продемонстрировали видео, на котором Масичук требует взятки за различные услуги. После того, как Верховная Рада лишила его иммунитета и дала согласие на арест, спецназ задержал Масичука прямо на рабочем месте. ГПУ инкриминировало ему взяточничество в особо крупных размерах, вымогательство, а также хулиганство. На следующий день суд арестовал нардепа. Но уже через два месяца срок ареста истек, и Масичук вышел на свободу. За решеткой он успел побывать и раньше. В 1996-м за махинации его арестовали в Полтаве. Тогда он получил год лишения свободы. Чиновников, которых уже проверили в нацагентстве по противодействию коррупции, могут просканировать еще раз. Об этом заявила начальник НАПК Наталья Корчак. По ее словам, дополнительно могут проверить декларантов, по которым до сих пор нет ответов от международных организаций. Пока же, напомню, есть решение по 39 проверкам топ-чиновников. Четыре из них уже передали в НАБУ. В ближайшее время нацкомиссия ожидает окончания проверки декларации президента Порошенко, которую проводит независимый эксперт. В целом же, работу НАПК за первый год ее глава оценила на троечку. Как мы сейчас не говорили про свои удовольствия, наш орган был небажанным и, возможно, остается пока не небажанным для украинской влады. Единее есть международные обязательства. И мы счастью эти обязательства выполнили. И результатом этого и было надение Украины безвизового режима, отримание соответствующего международного траншу. Новомодные украинские копы медленно, но уверенно превращаются в милиционеров. Они распускают руки и откровенно хамят. Давайте посмотрим, что снял на телефон водитель в Кировоградской области. Надо отметить, что снимать ему запрещали и даже пытались дать по рукам. В полиции свой почерк уже узнали. Вот только получат ли по рукам эти орлы? Кто знает. Подробнее Елена Бринза. Это видео выложил в интернете один из пользователей соцсетей. Полицейские остановили легковушку с прицепом. Дескать, в последнее время участились в случае кражи металла. Поэтому все подозрительные машины проверяют. Водитель снимает действия полицейского на телефон. Тот пытается вырвать гаджет. В областной полиции нам подтвердили на видео капитан полиции Геннадий Матковский. Рядом напарник Александр Залевский. В правоохранительных органах оба не первый день. Матковский 10 лет, Залевский 16. Оба успешно прошли переаттестацию и поступили на службу в роту реагирования патрульной полиции области. По факту хамства начато служебное расследование. В данном случае работники отсторонены от выполнения служебных обязанностей. За результатами проверки данным полицейским может загрожать дисциплинарное стягнение. Об увольнении речь не идет, говорят в полиции. Нет оснований. Максимум, что грозит патрульным, штраф. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер, Кропивницкий. На востоке Украины построят две новые трассы, обещает премьер Владимир Гройсман. Сегодня он проверил, как идет реконструкция одной из дорог и строительство метро в Днепре. Поговорил с бизнесменами города, но больше всего премьера интересовала подготовка к новому учебному году. В Днепре он провел селекторное совещание, собрав всех губернаторов. Все подробности расскажет Елена Миндалюк. Разговор с губернаторами о подготовке к учебному году. Премьер начался с дошкольных учреждений. Желающих оформить ребенка в детский сад в Украине. Около 65 тысяч. Но мест на всех не хватает. Особо остро эта проблема стоит в Луцке. 220 тысяч, тысячу детей стоит в очереди. Так, но в свой час было проведено перепрофилювание многих детских садов. Вы мне не причины. Вы мне четко готуйте спорно с местной владой. План, каким образом вы используете возможности децентрализации. Гроши у вас на местах есть. Я вам на цифрах это доведу. Просто эти деньги нужно дать детям. Из хорошего учителям повысили заработную плату на 50%. А воспитатели и преподаватели профучилищ надбавку к окладам получат уже в сентябре. Вот только удержать их все равно очень сложно, сетует глава Закарпаття. В области есть школы, где осталось 2-3 учителя. Из Закарпаття массово выезжают вчители, значит, в Угорщину, Словачину, Румунию, Чехию. Значит, это законоперное прагнение людей, мы не можем ее остановить, найти лучшее життя и найти лучшее зарплату. Есть проблемы и с высшим образованием. В этом году вступительная кампания знаменовалась скандалами. Из-за сбоев в работе, электронной базы, многие бетриенты не досчитались баллов. А из-за так называемого сельского коэффициента в УЗы не прошли выпускники городских школ с высокими баллами. А тут еще и Минфин выступил с предложением урезать количество студентов, получающих стипендии. Пример объясняет, платить студентам будут больше, но только тем, кто это заслужил. Безопереченно. Мы зацикавлены в том, чтобы увеличивать размер академических стипендий. Ты учаешься, маешь хорошие навыки, знания, маешь отримывать подвышенную стипендию. По всем категориям стипендий, мы стипендии в этом году подвышили. Есть социальные стипендии. Это тоже не нужно забывать, что есть молодые люди, которые живут в важных условиях. Но это вопрос социального защиты. Это было без журналистов и под занавес совещания. Неприятный инцидент. Премьер отчитал зама главы Черниговской области за невнимательность и предложил ему уволиться. Повторите, пожалуйста, что я сказал. Вы говорили за конференцией, чтобы на всех серпневых конференциях были главы администрации и мэри МИС. Вы первый заступник кого? Главы областной администрации. Вы неуважно слушали, что сказал премьер-министр. Премьер-министр говорил о национальной экономике. Я думаю, что вам нужно принять решение и найти в себе другую работу. Владимира Гройсмана интересовали не только вопросы образования, а проверил и как осуществляется ремонт трассы Борисполь-Днепропетров-Заборожье. И пообещал уже в этом году выделить 230 миллионов гривен на строительство обездной дороги. Елена Медрюк, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. В 300 миллионов долларов обойдется строительство первой платной трассы Киев-Белая Церковь. Об этом сообщил представитель Госавтодора Украины Александр Кава. Он отметил, что затраты эти лягут на плечи инвесторов. Платная дорога подразумевает договор со спонсором. Но бесплатное шоссе в Белую Церковь будет работать как и раньше. А вот о сроках начала этого строительства в Госавтодоре пока говорят неохотно. Лишь отмечают, что планируют начать в 2019 году. Неизвестные обстреляли авто Олега Ярошевича. Это глава организации авто Евросила, которая отстаивает права владельцев машин без украинской регистрации. С места происшествия он скрылся. О слушчившемся сообщил друзьям в соцсети. Дозвониться ему было невозможно ни днем, ни ночью в течение дня. Только в обед в Фейсбуке появилось видеообращение, в котором Ярошевич заявил, что якобы заметил за собой слежку. Эти же люди, по его словам, и обстреляли машину. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». Следователи пытаются понять, из какого оружия стреляли и стреляли ли вообще. Поэтому каких-либо версий пока не озвучивают. Гибель военного моряка в селе Егоровка под Одессой обрастает новыми загадками. После того, как местные жители и пресса подняли шумиху, эксперты провели повторное вскрытие и обнаружили новые обстоятельства. Какие, расскажут наши корреспонденты. Сегодня Егоровка прощалась с Арсланом Шейховым. Матрос военно-морских сил, атошник, погиб в минувшую пятницу в свой 33-й день рождения. Проститься с ним приехали и сослуживцы. Гибель Арслана стала для них шоком. Он не мог обидеть никого в пище. Я вообще не могу понять, как он ушел из жизни. В убийстве Арслана селяне подозревают бывшего милиционера Владимира Злова. В тот вечер матрос уехал с ним куда-то. А позже бездыханное тело военного нашли односельчане. Поначалу судмедэксперт установил, сломано одно ребро, во втором трещина. Мол, алкогольная интоксикация. Но вот после повторного вскрытия выясняется, сломаны 11 ребер. Рассказывает отчим покойного. Было полтора ребра поломанных, считайте так, стрещинных. А стало 11. И что, это не видно при вскрытии? Ну как, я тоже не понимаю. Написал утру и ненавидомую речью виной. Он говорит, так положено. Отравление алкоголем в сочетании с каким-то токсичным веществом. Сейчас это основная версия гибели Шейхова. Окончательные результаты будут известны через 10 дней. При этом в полиции говорят, 11 ребер были не сломаны, а лишь повреждены. Деформировал их якобы тот самый Владимир Злой. Как пояснили эксперты, это сдавливание, тиск. Как пояснил подозренный, он пытался таким чином повернуть до жизни человека. Он пытался делать ему штучное дыхание, сдавив ему грудную клетину. При этом, по словам родственников, эксперты рассматривают и версию смерти в результате болевого шока. Вот как прокомментировал это сельский врач, который первым осматривал тело Арслана. Болевой шок возникнет в любом случае при переломе 11 ребер. Это очень болезненная вещь. Явные нестыковки в результатах первой и второй судмедэкспертиз, путаные показания Владимира Злова, а еще его связи в правоохранительных органах и то, что все дебоши сходили ему с рук. Все это у жителей Егоровки вызывает сомнение в том, что расследование пройдет объективно. Полина Спасенко, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Советник главы МВД Арсена Авакова Илья Кива угрожал врачу, которая обнародовала данные медэкспертизы, подтверждающие наличие у него психологического заболевания и вторую группу инвалидности. Об этом рассказала сама пострадавшая. А также о том, почему она потеряла работу и до сих пор, по прошествии двух лет, не может восстановиться в должности. Все подробности в материале. Все началось с того, что до меня пришел запит бейцов батальона Полтавщина и правозахисников Полтавы о лидере этого батальона Кива Ильи. Заява Тетяни Максимовне Жабо, колишнего руководителя профильной организации, которая выдавала соответствующие справки, которая формировала соответствующие заключения про состояние здоровья не только Киева, а и очень многих других членов команды Авакова, свидетельствует наочно и яскраво про то, как действует эта мафия и эта банда. Они пытались убить ее, пытались избавить ее здоровье, залякать. О преследованиях со стороны советника министра внутренних дел Ильи Кивы заявила бывший главврач Полтавского областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Жабо. Два года назад по просьбе бойцов батальона, которым командовал Киева, медик вынуждена была обнародовать данные медэкспертиз. Согласно им, он страдает серьезными психическими расстройствами. Этот диагноз стал основанием для второй группы инвалидности. Тогда, вообще, как выполняющая обязательства главного эксперта Полтавской области, когда я увидела дело, то вообще, что, соответственно, к его заболеваниям, он не может получать эти посадки, а также самое основное – это оружие. Я сказал, я здесь командир. Никто нас не разобьет. Быстрее, давай. Я лично отвезу вас на Артемовск, я отдам в поликлини, в больницу. После этого, рассказывает Татьяна Жабо, начался настоящий ужас. С угрозами приходил и сам Киева. Неодноразово приходили и на работу примещения, в кабинет, особисто. Почалися погрози, которые подтвердились действиями. Это на меня только за 2014-2015 годы было третье скояно нападов. О том, что Илья Киева часто ведет себя неадекватно, наглядно показывает ситуация в Чаплинке. Во время энергетической блокады Крыма советник министра Авакова и 70 вооруженных автоматчиков Нацгвардии батальона «Херсон» пошли на штурм участников акции. Ты зайдешь в историю, как человек, украинец, который убил Крымской нотарию. Ты зайдешь в историю, ты никогда не отмоешься, ни ты, ни твоих детей. Только не трогай моих детей. Не трогай моих детей. Дальше больше. Летом 2015-го начальника Полтавского областного центра медико-социальной экспертизы взяли с поличным. Она якобы взяла взятку за оформление инвалидности – полторы тысячи долларов. После этого Татьяну Жабо уволили с работы. После оприлюднения этой информации начался шаленный тиск. Ну, по-перше, безподставно меня сразу же звольнили. Взагалі, хоть я являюсь лікарем высшей категории, кандидат медицинских наук, взагалі сказали, вона никогда медиком, ну, это, как сказал, такий великий представник наших правоохоронных органов, Илья Ківера, что я взагалі не буду работать и санитаром. В октябре 2015-го глава МВД Арсен Аваков назначил Илью Киву руководителем департамента противодействия наркопреступности. В эфире одного из телеканалов глава службы по борьбе с наркопреступностью звонил дилеру. Мы получили от вас недавно первую партию, 100 грамм, вот, сейчас мы готовы на 300. Татьяна Жабо, рискнувшая обнародовать информацию о психическом состоянии здоровья Ильи Кивы, выиграла 8 судов, но решение восстановить ее в должности так и не выполняется. Кива – это просто шестка Авакова. Аваков уточнил себя людьми не с полнорозумом и использовав их для своих ганебных коррупционных оборотов. Это абсолютно небезпечные и шкодливые для нашей державы индивидуумы. Алена Забережная, подробности, телеканал «Интер». Двое украинских военных ранены сегодня на Донбассе. Боевики переключились с Донецкого на Мариупольское направление. Там обстрелов больше всего. Хотя и под Авдеевкой тоже неспокойно. С передовой подробнее Ирина Баглай. Мины, гранаты, зажигательные пули. Боевики снова поливали позиции армейцев по линии фронта с северных окраин захваченного Донецка. Обугленный ствол. Все, что осталось от дерева после вчерашнего обстрела промзоны. Крайние позиции к противнику. Этой ночью тушить пожары от обстрелов пехотинцам пришлось в районе четырех населенных пунктов. Туда, куда отказывались ехать спасатели, доезжали армейские водовозки. Подключаем его. Цей инструмент нам под аеводу, под давлением. Брансбойт. Такий инструмент наш. Тушить пожары. Беспривезенной воды огонь сдержать не удалось бы. И он мог перекинуться на жилые кварталы. Ярослав себя героем не считает, хотя этой ночью пехотинцу приходилось четырежды возвращаться под обстрелами на нулевые позиции Авдеевской промзоны. Пожарка приехала. Хотя Авдеевская не поехала. Нам пришлось наказ. Наказ пришлось выполнять. Потушил их. Днем же, не сбавляя скорости из-за угрозы обстрела, Ярослав развозит по позициям Авдеевским защитникам столь необходимую под палящим солнцем воду. Центок прекращу. За последние сутки боевики усилили напор. Этот участок фронта используют как полигон, присылая все новых наемников, говорит командир. Уже 10 месяцев безуспешно противник пытается подавить пехотинцев, поэтому и бросают сюда основные силы. Это 11-й полк, восток. Но тут на промзоне они, так как несут какие-то втраты, постоянно есть люди из специальных подразделений. Уже два дня используют и новое вооружение. Армейцы пока не могут определить, что это. Но радиус поражения значительно больше, чем у минной 120-го калибра. Зараз есть что-то новое, что прилет объединяется с таким выбухом, как РВТМ противотанкового мин. Выходы не слышны, слышны только прилет. Эквалент в выбуху больший. Перемирие боевики нарушают и днем, и ночью. Пока находились на позиции, пришлось дважды укрываться от разрыва мин. Это уже прилетело, так что мы... Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Украинские военные в зоне АТО не могут получить пять бесплатных стомат-кабинетов, которые один из волонтеров собирался отправить на линию разграничения. Уже полтора года он не может забрать свое стоматологическое оборудование у клиники, помещение, которое раньше арендовал. Почему разбирались наши корреспонденты? Эта история началась еще в 2013 году. Бизнесмен Салим Караме арендовал помещение стомат-клиники и за свой счет приобрел оборудование. Но когда был за границей на лечении, его имущество забрали арендодатели. Караме обратился в полицию. В конце 2015-го суд постановил изъять оборудование в пользу бизнесмена. Но следователь решил иначе и оставил технику проигравшей в суде стороне. Как можно разбираться полтора года, пользуясь чужим имуществом? Что мне надо показать? Больше того, что это мои оборудования, купленные за мои деньги. Официальные документы, официальные платежки, допрос той же компании, у которого я покупал, те люди, у которых я покупал, все есть. Активисты стоп-коррупции сегодня снова попытались пообщаться с сотрудниками клиники, которая не отдает технику. Активисты оставили на двери плакат с требованием вернуть украденное. И на вымогу, чтобы повернуть эти буровые установки и эти кресла в АТО, або и законному властнику, мы видим такую реакцию. Просто зачиняют двери и не хочут вообще общаться. Вымогаем того, чтобы эти кресла действительно от точки АТО, то есть от этой клиники, потрапили в зону антитерористической операции. Вместо общения с активистами сотрудники стоматологии вызвали полицию, а потом сорвали плакат. Не может изъять оборудование у этой клиники и следователь. За полтора года после решения суда вернули лишь одно кресло. За остальными четырьмя после десятков обращений бизнесмена следователи пришли лишь на прошлой неделе. Но и в этот раз забрать ничего не удалось. В клинике отклеили серийные номера на оборудование. Почему к следователю, который я хочу, чтобы вся страна знала, Грушевскому Вадим и его помощница Наталья, которые работают вместе, за полтора года не мог взять второй обыск. Эти вопросы мы и хотели задать следователям. С одним связаться не удалось, а вот что ответил второй. Обращайтесь, пожалуйста, к руководству, которое принимает решения насчет каких-либо комментариев. Мы направили запрос в Днепровское управление. Ждем ответа. А бизнесмену пока остается лишь надеяться на справедливость. В райотделе ему пообещали сменить следователя. Возможно, это поможет сдвинуть дело с мертвой точки. И атошники, наконец, смогут получить от волонтера пять стомат-кабинетов и бесплатную медпомощь. Андрей Кровец, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер. В Северной Корее светят новые санкции. Они будут касаться поставок нефти и текстиля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в совбезе ООН. Тем временем в Евросоюзе всерьез опасаются войны между США и КНДР. Послы стран ЕС экстренно собрались в Брюсселе. Что решили, узнаем от Елены Абрамович. Ким Чин Ын анализирует план атаки американской базы на острове Гуам. Такие фотографии выпустило северокорейское государственное информагентство. Тем временем на самом острове две радиостанции передали сигнал военной тревоги. 15-минутный гудок. Тревога ложная, объяснили власти острова и назвали это просто ошибкой. Но в Брюсселе, понимая, ситуация накалилась не на шутку. Верховный представитель ЕС Тодерико Магерини накануне созвала внеочередное заседание послов ЕС. Собрание закончилось поздно вечером. Было решено, что Европейский Союз и его государство усилят дипломатическую работу, обратившись к Республике Корея, США, Китаю, России и Японии, а также КНДР, чтобы доносить нашу позицию. Сохранение единства международного сообщества в решении этой проблемы действительно имеют решающее значение. Магерини сообщила, удалось согласовать общую линию Евросоюза в отношении КНДР. В детали не углублялось. ЕС против резких заявлений, но поддержать санкции готов. Введение новых ограничений против КНДР, которые включены в резолюции Совбеза ООН, Брюссель пообещал ускорить. По подсчетам США, эти жесткие ограничения позволят сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна на треть. ЕС призывает ввести санкции и другие страны. Для США речь идет не о смене режимов Северной Кореи. Они не хотят военной интервенции, а выступают за то, чтобы очистить остров от ядерного оружия. Это также в интересах Китая. И поэтому мы хотим, чтобы и Китай ввел санкции против Северной Кореи, которые мы ужесточили. То же самое касается России. Тем временем США предупредили Северную Корею, если она все-таки запустит ракету в сторону американской территории, то может быстро начаться война. Лидер КНДР, в свою очередь, после рассмотрения плана нападения, заявил, что пока понаблюдает за действиями США. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Впрочем, есть вероятность, что воевать Соединенным Штатам придется на два фронта. Вашингтон сделает все, чтобы восстановить демократию в Венесуэле. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс во время своего визита в Колумбию. По его словам, рассматриваются все варианты решения кризиса, вплоть до применения оружия. С апреля в уличных стычках в Венесуэле погибли более 120 человек. Участники антиправительственных акций обвиняют президента Мадуро в бедственном экономическом положении государства. В ответ на угрозы США Мадуро объявил о начале масштабных военных учений по всей стране. Президент Трамп дал четко понять, что США не останутся в стороне, пока Венесуэла скатывается в диктатуру. Нестабильная обстановка в этой стране угрожает всему западному полушарию. Ну а в Штатах тем временем падают памятники. В городе Дарьем активисты сбросили с постамента статую солдата армии конфедерации, которая во время гражданской войны выступала за сохранение рабства. Участники акции выступали против расизма и фашизма. Напомню, из-за планов городских властей снести памятник генералу конфедерату Роберту Ли начались массовые протесты в Шарлаттсвилле. Они переросли в стычки и беспорядки. Серьезные травмы получили более 30 человек. Одна женщина погибла. Сейчас в Вирджинии введено чрезвычайное положение. Во Франции автомобиль на большой скорости протаранил пиццерию. Погибла 13-летняя девочка. 13 человек были госпитализированы. Инцидент произошел в городке Сепсор, неподалеку от Парижа. Водитель намеренно врезался в террасу пиццерии. Им оказался 32-летний гражданин Франции. Версию терактов полиции не рассматривают. Мужчина, скорее всего, был под действием наркотиков. Известно, что несколько дней назад он пытался покончить с собой. Брекзит до отставки доведет. 48% британцев не хотят видеть Терезу Мэй в премьерском кресле. Удивительно, что мнения разделились на против и против. Только претензии у каждого свои. С подробностями из Лондона Алексей Пшемысский. Разойтись полюбовно. Власти Великобритании хотят смягчить бракоразводный процесс с Европой. Предлагают создать так называемый таможенный союз, который будет действовать в первое время после Брекзита. Это позволит и дальше торговать с Европой беспушлин и избегать проверок на границе. Ведь ЕС главный торговый партнер Великобритании. Многие здесь серьезно беспокоены тем, что разрыв навредит британскому бизнесу. Тревогу уже бьют производители виски и говядины. В этой сфере заняты сотни тысяч человек. Но вот в традиционно рабочих районах, где большинство поддержали выход из ЕС, думают иначе. От правительства требуют провести так называемый хард-брекзит. Разорвать отношения немедленно. Нам не нужен никакой переходной период. Люди проголосовали за возможность самим принимать законы, пользоваться нашими деньгами и за свободу от контроля властей, которых мы не избирали. Переходной период будет противоречить решению, которое уже приняли люди. Для многих жителей таких регионов, как графство Кент, Брекзит, надежда на новые рабочие места и рост зарплат. Последние годы за квот ЕС сельское хозяйство, в котором здесь занято большинство, пришло в упадок. Такие настроения уже привели к падению рейтинга премьера Терезы Мэй. По данным последнего соцопроса, почти половина страны требует ее отставки. Вы ведите нас из Евросоюза и сделайте это быстро. Мы все ждали, что это произойдет намного быстрее. Если бы перед референдумом они сказали, что это так растянется, возможно, люди проголосовали бы иначе. Окончательную дату расставания с Евросоюзом, конец марта 2019 года, некоторые уже ставят под сомнение. По словам британского министра по выходу из ЕС, переходной период может продлиться вплоть до 2022 года. Главная проблема – так называемые отступные за развод. Европа требует от Лондона более 70 миллиардов евро. А у британцев свои претензии. И пока что договориться не удалось. Из Лондона Алексей Вшимыски, Сергей Дубинин. Подробности – британское бюро телеканала Интер. В Украине на четверть сократилось количество детских лагерей. В связи с аннексией Крыма и ситуацией в зоне АТО дети и вовсе могут остаться без отдыха. Наши корреспонденты побывали в новом бесплатном кемпе под Киевом и узнали, как попасть туда. Гимнастика, волейбол, теннис, мастер-классы, а главное – вода и свежий воздух. На берегу Киевского моря открылся один из крупнейших в Украине детских лагерей. Сейчас здесь отдыхают более 400 детей. Сестры Виктория и Ольга из Кременчуга в лагерь ездят уже несколько лет. У нас здесь каждый вечер проходят какие-то определенные дискотеки, или вечер талантов. У нас всегда какая-то очень интересная, захватывающая программа. Петруша приехала из Львова. Для нее этот, как его называют дети, кемп – единственная возможность отдохнуть. Я хожу на вокал, и вообще мне очень нравится здесь. Ну, вообще у меня как бы папы нет. У меня, ну, три года назад папа умер, как бы, и я сейчас сама с мамой. И вряд ли мама бы смогла оплатить поездку. Розакрываем наши плечи. Каждый день хореография на открытом воздухе. Первый день мы давали джаз-фанк напрямок сучасного танца. Вчера у нас был парный танчик. Сегодня у нас по плану хип-хоп, також сучасная хореография. Здесь пять этажей здания. Оно нам досталось в таком очень плохом состоянии. И благодаря усилиям и финансам благотворительного фонда возрождения мы все это сделали. Теперь каждый год здесь отдыхают 1600 детей. Лагерь совершенно бесплатный. Все затраты покрывает фонд, говорит Валентин. В этом году удалось привезти на отдых и много детей из зоны АТО. Многие семьи, родители, они не могут себе позволить такого отдыха для своих детей, чтобы на такой базе, море, лес, бесплатное трехразовое питание. И глава нашего фонда Владимир Мунтиан, это была его мечта. Оторганизовать такой лагерь, где детям можно было бы где-то не воспитываться в подворотне, где наркотики, алкоголь. Чтобы они могли здесь заниматься спортом, могли о чем-то мечтать, чтобы эти мечты могли потом реализоваться. Отдых доступен всем, не только детям из малоимущих семей, подчеркивает Валентин. Только в этом году здесь уже побывали гости из Канады, Африки, Японии, Кыргызстана. Кроме активных занятий, дети в кемпе проходят и образовательные мастер-классы. Желающие могут поучиться написанию киносценариев или изучить программирование. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности и телеканал Индер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин